Слава защитникам Отечества. Так называется митинг, посвященный самому мужественному зимнему празднику. На площади Ленина собрались общественники ветерана боевых действий, представители власти и просто неравнодушные люди. Погоду ласковой не назовешь. В Ульяновске сильный снегопад и метель. Но это не помешало людям собраться. Многометровый флаг держали ульяновцы, играл гимн Российской Федерации. Алексей Русских поприветствовал всех присутствующих. Быть защитником Отечества – это великая честь и большая ответственность. И я уверен, что мы все вместе, сплотившись вокруг нашего президента, обязательно одержим победу. Другого быть не может. Творческие коллективы порадовали публику выступлениями. И подарки для наших мужчин, участников спецоперации, тоже подготовили. На площади выстроились в ряд УАЗы. Да не простые, а усовершенствованные. Скоро колонна отправится на передовую в 31-ю бригаду и 76-ю дивизию. Как известно, автомобиль на фронте должен быть безотказным. Ульяновский ученый Искандер Касимов решил поддержать российских военных и купил три УАЗа. Отправлять их на передовую в первозданном виде Искандер и его единомышленники не стали. Машины стандартные трансформировали в пригодные для полевых условий. За небольшие деньги найти старый автомобиль, разобрать его полностью и заменить все резины сделали, все прокладки, тормоза, подвеску. Специальные блокировки дифференциалов ввести для того, чтобы машина имела больше проходимости. Ну и, соответственно, двигатели заводиться должны в любой мороз, в любую жару. На некоторых машинах изображен наш земляк. Он погиб, исполняя воинский долг. Это Владислав Луконин. Его не стало 7 марта прошлого года в возрасте 25 лет. Папа Влада Александр Луконин сейчас представляет комитет семей воинов Отечества. Я как представитель семей, которые, к сожалению, имеют личную трагедию, у нас сын разведчик возрастных войск, погиб в самом начале военной операции. Делаем все для того, чтобы предотвратить такие потери на фронте и помогаем по максимуму. И те, кто только что вернулись с передовой, участвовали в митинге. 5 тысяч человек приобщилось к патриотическому движению. Спасибо вам за вашу регулярную помощь в виде вещевого имущества, продуктов питания, медикаментов. Это как-то иногда необходимо для нас. И сегодня, в канун праздника Дня защитника Отечества, я поздравляю всех наших героев и всех наших защитников, которые борются за нашу справедливость и независимость. Спасибо вам. Ура! Митинг-концерт провели по инициативе Народного фронта. Напомним, организацию создали по указу президента Российской Федерации. С мая 2011 года активисты борются с коррупцией и защищают права граждан. А с начала спецоперации фронтовики активно помогают защитникам Родины. Виктория Черкова, Геннадий Бухтояров, Даниил Сурков. Улправда ТВ.